Знаете иностранный язык? Используйте его по назначению. Слушайте книги на английском в приложении «Книга вслух». Более 4000 аудиокниг для детей и взрослых в оригинале. Агата Кристи, Джон Толкин, Конан Дойль и другие книги теперь можно купить в приложении «Книга вслух». «Книга вслух». Скачивайте бесплатное приложение в App Store и Android Market и получите доступ к лучшей библиотеке аудиокниг. Рекламная служба под fm.ru Телефон 8 963 999 2 888 Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства. Рекламная 정овой сительнатель» Белая гли遣ка «Братина» Помğlu-верка «Книга вслух». Приглашаем кüsren card салили Илидорон «Книг» Приблилббól к п taki часа Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Ты не можешь бросить лепить!» Она стояла на пороге его дома. Нет, не так. Она стояла на пороге их стисой почти семейного гнездышка. Коль растерянно обернулся. Невеста принимала ванну, но выйти могла в любой момент. А чудаковатая незнакомка с озера протягивала ему большой пластиковый пакет и быстро-быстро тараторила. «Иногда в творческий кризис надо просто отвлечься, заняться чем-то привычным, но в то же время другим. Это набор для лепки. Но не для картины, а для обычной. Ты можешь сидеть и разминать пластик руками, просто мять и мять, пока не вернется вдохновение». «Как тебя зовут?» Кружилась голова. Он вообще всю неделю чувствовал себя плохо, а сейчас слова гостья с трудом пробирались сквозь невидимую пелену, отделяющую бывшего художника от реальности. «Лора». «Лора, мое творческое время закончилось. Мне это в центре сказали». «Чушь! Послушай, я обожаю твои картины, ты талантище, и ты был на взлете. Талант такой силы не обрывается внезапно, понимаешь? Он может угаснуть, постепенно приближаясь к краю тайм-квадрата, но не сломаться на полпути. Это ошибка». «Что происходит?» Тиса, кутаясь в короткий махровый халатик, появилась на пороге. Лора обрадовалась ей, как свалившемуся с неба золотому слитку. «Он должен лепить, объясните ему!» «Никому он ничего не должен. Эти дурацкие картины ему не нужны. И вообще, кто вы такая?» «Я просто поклонница Коля Броловски. И картины его отличные. Как вы можете... До свидания, девушка!» Тиса втащила Коля в дом и захлопнула дверь. «Кто это такая?» «Не знаю». К головокружению добавился приступ тошноты. Он покосился в окно, за которым все еще маячила Лора. «То есть мы познакомились в прошлые выходные на озере. Она узнала меня, я сказал, что больше не леплю, и все». «На озере?» «Коль, что происходит? Я же вижу, с тобой что-то не так». «Я лишился дела своей жизни». «Коль, не обманывай меня!» «Лепка! Ну что такое лепка? Тысячи людей вообще не прикасаются к квадрату творчества и прекрасно живут. У тебя что-то случилось, я знаю». Ночь упала мгновенно. Глухая, непроглядная. И принесла она с собой бурю, цунами, снесшие в одну секунду и дом, и ставшую вмиг ненавистной женщину и его самого. «Нет, это просто в глазах потемнело да зашумело в ушах. А вокруг по-прежнему Диэнни дом стоит невредимый, и женщина. Только вот его, кажется, уже нет». Шатаясь, бывший художник побрел к выходу. «Коль! Нет, ты не уйдешь. У тебя другая, да? Ты к ней собрался, да? Коль, не бросай меня!» Она кинулась в ноги, обняла за колени, но тут же отскочила, схватилась за наручник. «Батюшки, у меня квадрат равнодушного спокойствия, Коль. Поклянись, что у тебя нет другой женщины. Поклянись!» Вчерашний творец, наконец, вывалился за порог. Его затошнило, вывернуло прямо на распустившиеся розы. Тиса мелькнула в дверном проеме и исчезла в доме. Коль упал на колени, посмотрел на собственную рвоту. Как ни странно, в голове прояснилось. И тут он увидел в розовых кустах большой пакет из пластика. Она выпила две таблетки дневных транквилизаторов, но было поздно. Квадрат спокойствия сбился безнадежно, стал похож на мятую бумажку. Тиса выглянула в окно. Жених куда-то делся. «Что с ним происходит? Почему он не делится с ней? Куда ушел?» Она нажала на браслете кнопку поиска, тот пискнул и показал на кухню. «Проклятие! Коль забыл свой обручальник дома!» Вообще-то обручальные браслеты надеваются лишь после свадьбы, но Тиса настояла, чтобы они обзавелись ими сразу после помолвки. «Должна же она знать, где любимый проводит время!» Жаль, что в отличие от мужа, жених не обязан имплантировать браслет, подобно наручнику-оракулу. Чем Коли пользуется? То отключит, то забудет. И где прикажете его искать? Погода нелетная, дождь срывается, ветер совсем не августовский. Впрочем, почему бы и самой не прогуляться? Тиса надела сапожки, натянула легкий кашемировый кардиган прямо поверх халата и вышла в парк. Жениха не нашла, зато встретила знакомца из центра тайм-коррекции и почти не удивилась. Даже как-то на душе спокойнее стало. Тиса села рядом с Лероем на лавочку под липой. «Как ваши квадраты?» Спросила, чтобы не молчать. «Все так же». «Вы аномалия». «Потому что не реву, как барышня?» «Нет, то есть не совсем». Она напряглась, вспоминая заученные на школьной скамье. Все события в жизни человека предопределены, но могут быть растянуты во времени. Виртуальный оракул считывает их с информационного поля, выбирает наиболее удобный момент для осуществления, и готовит нас эмоционально. Параграф 2, пункт 1. «Всеобщее благополучие возможно только если все события в жизни каждого человека будут происходить своевременно». Параграф 3, пункт. «Да знаю я эти параграфы, читал». «Сбой в жизни одного человека влияет на жизни тех, кто его окружает. А это в свою очередь... Слушай, ты на коррекцию ходишь?» «Нет. И у меня давно уже нет близких людей, на которых я мог бы влиять». «Ну тогда». «Ты один не мог вызвать землетрясение?» Лерой бросил на нее тревожный взгляд, встал и, ссутулившись, засеменил брочь. В спину ему бросился неожиданно резкий порыв ветра. Коль не сразу понял, что происходит. Он схватил пакет, бросился с ним в глубь сада, свалился на землю в клумбу с климатисами, словно пытаясь спрятаться за фиолетовыми лианами от всего мира. Пахучая гроздь ударила по лицу, дождевая капля упала на лиловый лепесток. Идеальные формы создает природа. Идеальные и прекрасные, как... Когда в его руках оказался подаренный лорой пластик, он не заметил. Очнулся, когда пальцы заболели от работы, уставился на сотворенную скульптурку. Зеленый пригорок, залитый дождем и утренним солнцем, кирпичную башенку на вершине и легендарную птицу Мо, освещающую путь идущим. Как чудаковатая музыкантка слышала симфонию в бульканье воды, так и он увидел целую картину в лепестке климатиса. И настолько увлекся процессом, что не сразу понял две вещи. Во-первых, он лепит, невзирая на нелепо оборванные квадраты времени. А во-вторых, пока он творил, небо превратилось в тяжелое черное покрывало, а ветер поднялся такой, что деревья гнулись до самой земли. Что-то хрустнуло, раздался звон стекла. Коль бросился к дому. И едва переступил порог, как небо обрушилось ливнем. На кухне он приготовил себе крепкого чаю, с досадой вспомнил, что забыл слепленную скульптурку в саду. Выходить на улицу прямо в объятии бури не хотелось, но и оставлять родное творение под дождем как-то неправильно. За окном хрустнула, ломаясь ветка клёна. Коль поёжился. Ничего себе ураган! Два природных катаклизма за такое короткое время? С чего бы вдруг? Коль отхлебнул из чашки, вдруг понял, что головокружения, преследовавшие его всю неделю, прошли. Взгляд упал на обручальник. Художник лениво ткнул кнопку поиска. Скорее просто машинально, чем из желания знать, где тисан. Браслет услужливо ожил, показывая городской парк. Коль покосился за окно. Парк? Но ведь там же... Такой же ураган! Там! И деревья рушатся, возможно, прямо на тису! Не раздумывая, он бросился к выходу. Но до порога не дошёл. Квадрат творчества открылся в четыре года. Маленький Коль распотрошил материнскую косметичку, каким-то непостижимым образом забрался на шкаф и разукрасил потолок. А грёб за это по самое не хочу. Родители разве что его самого к потолку не подвесили. Но творческая натура Коля не успокаивалась. Месяц спустя он разрубил на части ковролин спальни и выложил его на кухне причудливыми ромбами, полумесяцами и прочими кракозябрами. Родители модернизации не оценили. Ковролин отправился в мусоропровод, а Коль в центр тайм-коррекции. Мама с папой не на шутку испугались, что сыночку выпало время хулиганства. Им же сообщили, что чадо вошло в квадрат творчества. Причём квадрат настолько яркий, что быть сыночку новым фаболо Кабасу, как минимум. Кто такой Кабаса, Коль не знал. А потому картин в стиле «угадайте, что это» рисовать не стал, зато жарко полюбил лепку. Лепил из грязи, из песка, из стащенного у кухонного робота тесто. Родители поначалу такому увлечению не сильно обрадовались. Во-первых, с чего бы это в семье порядочных человеков вдруг дворец завёлся? Подумаешь, квадрат открылся. У многих открывается, но это не мешает им оставаться людьми. А во-вторых, что это за творчество, если руки постоянно в грязи? Но потом заметили, что замкнутый обычный мальчик словно раскрывается, светится изнутри, едва к нему в руки попадает нечто поддающееся лепке. И купили сыну первый пластик. Маленький Коль лепил, как одержимый. День за днём, год за годом он старался, совершенствовал своё мастерство, не замечая ничего вокруг. А, впрочем, ничего и не было. Стоило ему прикоснуться к пластику, как реальность таяла, отступала, боясь спугнуть творца, оставалась лишь нереальная небесная лазурь. Она окутывала покрывалом, нежным шёлком скользила по щекам, плечам, ладоням. Коль вздрогнул и очнулся. Он лежал на диване с холодной повязкой на лбу. Рядом суетилась киса. Как она оказалась дома, да ещё и абсолютно невредимая, разве что слегка поцарапанная, тиса не знала. Смутно помнила, как поднялся сильный ветер, превращая городской парк в тёмные воющие джунгли, как рухнуло перед ней первое дерево и как она бежала и бежала, не разбирая дороги и стараясь не думать о том, что творится вокруг. Как влетела в дом, захлопнула дверь и несколько минут стояла, не шевеляясь, боясь поверить, что она в безопасности. А потом увидела на полу Коля. Любимый лежал без сознания. Тиса упала перед ним на колени, на миг замерло сердце, показала ей, что жених не дышит. Она перетащила Коля на диван, активировала домашнего робота аптечку. Тот деловито оплёл хозяина тонкими щупальцами, выдал справку об общем состоянии, пульс, давление и температура. Сделал укол. Тиса взяла любимого за руку. Рука была испачкана синим, зелёным и ещё каким-то цветом. Неужели опять лепил? Попробовал, ничего не вышло, размерничался и потерял сознание. Глупый Коль. Он же и без своих картин самый удивительный и прекрасный человек на свете. Когда они познакомились, Тиса и не подозревала, что он известный художник. Коль посмотрел на неё так, как умел только отец, погибший пять лет назад в экстремальном путешествии. И улыбнулся так, как улыбался лишь папа. И она поняла, что все эти пять лет искала кого-то похожего на отца. Коль открыл глаза, отогнал подкатившуюся тут же аптечку, сел на кровати. Что случилось? Ты лежал в коридоре без сознания. Я лепил. Я опять лепил. Тиса обняла за шею, прильнула губами к его губам. Пожалуйста, на сегодня никаких пластиков, никаких картин. Я хочу быть только с тобой. Он сидел между бревнами и испуганно прижимал круглые рыжие уши. Котёнок тигра-киса, совсем крохотный. Видимо, потерялся во время буря. Коль склонился над пушистым полосатиком. Тот выгнулся дугой и зашибел. Грозная малявка. Смешная и трогательная. Коль осторожно поднял смельчака. Тигр-кисёнок незамедлительно впил в ладонь маленькие, но острые когти. После короткой борьбы Коль всё же упаковал полосатого во внутренний карман куртки. Тиса, конечно, не обрадуется, но... Хрон, побери! Должна же в жизни быть хоть какая-то радость, если картины отобрали. Вчера он на короткий миг почувствовал себя прежним. Но сегодня утром, пока Тиса спала, нашёл в саду остатки пластика, попробовал слепить хоть что-нибудь. Напрасно. Не удавался даже банальнейший колобок. Но ведь вчера получалось. Коль зашагал в сторону центра тайм-коррекции. В этот раз его принимала не медсестра. Сама главврач удостоила внимания. Панна Битта, высокая подтянутая дама, озадаченно смотрела на диаграмму Броловски. Боюсь, придётся задержать вас ненадолго. Что-то случилось? Вчера около трёх часов дня в вашем тайм-поле произошёл сильный всплеск. А в семь вечера ещё один такой же мощный, но со знаком минус. Это время творчества! Я лепил! Да. Панна Битта не говорила, чеканила. Оно открылось и закрылось снова. Ваш случай очень редкий. Такое раз в десять лет случается. Послушайте, я не могу не лепить. Когда выходит время, пропадает не только умение, но и само желание творить, а у меня не прошло. Более того, мне физически плохо. За время без лепки я едва не загнулся. Ваше время творчества не вышло. Оно как бы законсервировано. Такое бывает, например, из-за сильных потрясений. Я так понимаю, в момент обоих всплесков вы были в зоне природных аномалий? Был, но не скажу, что они меня так уж потрясли. Вы можете это исправить? К сожалению, мы не умеем расконсервировать время. Но можно попробовать объединить его с одним из действующих квадратов. Вы ведь скоро женитесь, верно? Смотрите. Простая процедура заставит квадрат любви... Нет, лучше отношений поглотить квадрат творчества. Тогда время творчества освободится и сольется со временем, отведенным на семейные отношения. При законсервированных квадратах это срабатывает в 90% случаев. Да, вы не будете больше лепить, зато продлите супружеское счастье. В конце концов, семья — это тоже искусство. Вы когда-нибудь увлекались чем-нибудь? Нет. Она улыбнулась сухо и дежурно. Предпочитала пользоваться лишь тем временем, которое предназначено для человеческих дел, а не воздушных замков. Я в 18 лет сделала слияние, влила нетронутое время творчества, спорта и релакса во время карьеры. А квадрат любви влила в квадрат семейных отношений. Зачем тратить время на дурные чувства? Получилось весьма успешно. Так что медсестра проводит вас в палату. Подождите, я хочу уточнить. Вы сказали, что подобная консервация происходит из-за стресса, но у меня его не было. Главврач пожала плечами. Значит, был у кого-то из близких. У вашей невесты, к примеру, зафиксированы... Ого, сбои локальных квадратов. Дурочка так боится вас потерять, что совсем не следит за своим настроением. Постоянно звонит в центр уточнить, не вышло ли время отношений. Успокоили бы вы ее, что ли? То есть... Я потерял дело моей жизни из-за тисы? Не опускайтесь до злости на любимую женщину. Я понимаю, вам сейчас очень больно, но это пройдет. Проведем процедуру слияния, женитесь, заведете парочку детей и думать забудете о своей лепке. Коль встал и молча пошел к выходу. Пан Эброловский, что вы делаете? Ухожу. Это глупо. Без слияния вы можете с ума сойти. Он обернулся, смерил взглядом женщину, несомненно, красивую, но холодную до омерзения и до отвращения человеческую. Лучше сумасшествие, чем самообман. Коль брел по городу, а перед глазами вставала чистая небесная лазурь, в которой хотелось раствориться и в которую теперь вход заказан. Вспоминались радостные, восхищенные лица людей и поклонников его картин. Мужчин, женщин, стариков, детей. Помнится, зимой одна бабушка подошла к нему на выставке и подарила рукавички. Сказала, что сама связала по старинке с пиццами, чтобы руки художника никогда не мерзли. И благодарила, благодарила за творчество. Говорила, что картины Коля оживили ее дом, покинутый повзрослевшими детьми и внуками, среди которых, кстати, тоже есть творцы. Она еще много чего говорила, а Коль стоял и думал, что ради таких моментов и стоит лепить. Да что там лепить? Жить! Ради возможности сделать чей-то путь чуточку светлее. Для чего ему жить теперь? У идиотки из центра тайм-коррекции все просто. Семья прежде всего. Если ты не женился и не наделал своей, не обязательно любимой женщине кучу детей, значит, потратил все время зря. Мать вот тоже без конца интересуется. Когда женишься, наконец, сынок? Друзья-человеки надоедают тем же вопросом. Странно. Почему-то никому, ни творцам, ни людишкам не придет в голову обвинять кого-либо, скажем, в отсутствии музыкального слуха. И никто не назовет неудачником личность, которая не пользуется временем, отведенным на творческую реализацию. Почему же не добро косятся на каждого, кто не ставит в центр своей жизни квадрат семьи? Почему это время считают самым важным? Ведь изначально все квадраты равны, а творцов хоть и признали полноценными членами общества, но, по сути, они все равно остались социальным меньшинством. На груди заворочилась. Коль вспомнил, что тигрокис все еще спит во внутреннем кармане, вернее, уже проснулся. Он достал полосатого котенка, посадил на ладонь. Кис сладко зевнул, посмотрел на Коля рыжими глазами и вдумчиво сообщил. Тут же запищал веб-фон. Коль, ты опять не надел обручальный браслет? Где ты? Коль, я решила, я волью ненужные мне квадраты в квадрат любви, чтобы наша любовь жила вечно. Дорогой, что у тебя в руках? Только не говори, что в нашем доме опять заведется какое-то животное. Тиса, все кончено. Я разрываю помолвку, прости. Похоже, у меня закончилось не только время творчества, но и отношений тоже. Что? Неправда, я звонила в центр тайм-коррекции, Коль! Он отключился. Коль забрал свои вещи. Вернее, Коль прислал за ними робота-носильщика, который безошибочно выковырил из дома все вещи хозяина. Только почему-то унес Тисину помаду, взамен оставив один грязный носок. И все. Никаких объяснений. Может, и правда время любви и отношений вышло? Нет. Она дважды ездила в центр тайм-коррекции. Второй раз ее приняла сама главврач. Мерзкая личность. Сухим тоном она подтвердила слова медсестры. Да, ваши квадраты в норме. Да, квадраты, пан Аброловский, тоже. Разорвал помолвку? Что ж, судя по показателям времени, у вас еще предостаточно. Найдете другого. Другого? Что она вообще понимает, идиотка? И еще одно, пану Тиса. Вам знаком мужчина по имени Лерой Карташ? Я... Мы изолировали его. А вам настоятельно рекомендуем быть осторожным. Давно пора, фыркнула Тиса. Почему вы так долго ждали? Раньше он не доставлял особых хлопот. Он отказался от всех близких людей, стал бродягой, чтобы сбои его квадратов никого не задели. Они не задевали, пока искаженное время Лерой не соприкоснулось с чужими искажениями. У вас ведь тоже были сбои. Именно в те дни. Да, пан Атисов? Значит, наши встречи... Искалечили жизнь и ему, и Колю. Постарайтесь хотя бы свою уберечь. Музыка Всю неделю он бесцельно шатался по городу, выбирая самые безлюдные улицы и тихие парки. Лепить по-прежнему не получалось. Но после прогулок хоть голова не так болела. Коль вышел к озеру. Здесь он впервые встретил Лору. Странную девушку, слушающую тонущие камушки. Девушку, которая хоть на один вечер, но вернула ему потерянное время. Он присел на корточки, поднял камушек, покрутил в руках, бросил в воду. Бульк! Да. Вряд ли он бы сумел это сыграть. А вот слепить... Знаешь, когда очень тяжело, психологи советуют вернуться в детство. Коль вздрогнул, задрал голову. Над ним стояла Лора. Ты следила за мной? Скажем так, наблюдала. Мило. Так вот, я читала интервью с тобой. Ты говорил, что ребенком лепилось всего, что под руку попадется. Может, стоит попробовать? И протянула ему горсть мокрого песка. Лора, это не имеет смысла. Просто сожми в руке. Она вложила песок в ладонь художника, сжала его пальцы в кулак, посмотрела в глаза. В какой-то момент Колю показалось, что она сейчас полезет целоваться. Но вместо этого девушка сказала... Ты беззаветно влюблен в свои картины. А ты в музыку. Жаль, что твоя невеста этого не поняла. Тебя тоже кто-то не понял. Она улыбнулась, скользнула взглядом по горизонту. Кто-то не понял, кто-то наоборот. Главное верить, что существуют и те, кто понять способны. Я тебя еще увижу? Думаю, да. Когда-нибудь. То есть можем встречаться на выходные. Если они у нас совпадут. Именно. А еще я увижу тебя на твоей новой выставке. А я тебя на твоем концерте. Она рассмеялась, махнула рукой и пошла вдоль озера, ставшего вдруг необычайно лазурным. Коль смотрел, как ветер играет с длинными волосами лоры, мял в ладони влажный песок и думал, что сегодня в центре тайм-коррекции зафиксируют еще один всплеск. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok